Программа не имеет возрастных ограничений. Программа выходит в эфир при поддержке Вятского государственного университета. Книги рождают мечту, вызывают её к жизни, заставляют размышлять, воспитывают самостоятельность суждений. Помогите своему ребёнку полюбить мир книги вместе с магазинами «Бумага». Здесь вы найдёте научную и художественную литературу для семейного чтения, развивающие игры, учебные пособия и рабочие тетради. Огромный выбор книг для исследователей всех возрастов. Читайте и изучайте вместе с сетью магазинов «Бумага». Огромный выбор книг на Октябрьском 88 и МОПРОСИМ. Более ста вкусов мороженого на фабрике «Артика». Единственный в России музей истории мороженого. Посетите увлекательные экскурсии и сами приготовьте мороженое. Вкуснейшие дни рождения, свадебные мастер-классы и фотосессии в кафе «Артика». Заходите каждый день на «Спаскуй-15». Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Хорошее, хорошее, теплое июньское утро. Как здорово, что сегодня воскресенье. Начало 11-го на часах. Доброе еще утро и хорошего настроения желаю всем. Меня зовут Владимир Сметанин. Это программа «Открывашка». Спешу вам сообщить, что именно она сейчас начинается и будет продолжаться в течение ближайших 50 минут. Призываю вас быть с нами, активно слушать нас, смотреть. На сайте эхокирова.ру есть видеотрансляция нашего эфира. Заходите туда. Если вы уже зашли, то мы вам машем руками, приветствуем и желаем всего самого наилучшего. В первую очередь приветствую ребят, которые вместе со мной ведут «Открывашку». Злата Андреева. Злата, привет. Здравствуйте. Ева Коротцова. Ева, доброе утро. Привет. Саша Копылевич, здравствуй. Здравствуйте. Ну что, как настроение сегодня? Хорошее. Хорошее. Каникулы уже начались, ребят? Да, начались. У всех начались? Да, я экзамены сдала и пошла. Все, нормально, все, отздавался. Замечательно. Какие планы на лето вообще, Злата? Ну, сначала я хожу сейчас уже в городской лагерь, затем еду в загородный лагерь, а потом ничего не делаю. А потом будешь сама предоставлена себе. Будешь гулять. Ева, у тебя какие планы на лето? Ну, я буду ходить в городской лагерь, потом уеду отдыхать в далекую страну и потом тоже буду остаток лет отусить. Ах, мы тебе завидуем, что ты в далекую страну съездишь. А насколько далекую, кстати? Очень-очень далекую. Да. Да, хорошо. Саш, ну ты чем занимаешься у тебя? У меня. Какие перспективы на ближайшие недели? Я хочу походить, раздавать листовки, получить денег, купить, с папой скинуться на велосипед, накачать музыки и все лето кататься на велосипеде и музыку слушать. Вот это планы. Это истинное удовольствие. Саш, тебе же нет 14. Ну и что? А при чем здесь должно быть 14? Да, ну там, типа эксплуатация детского труда, но я в это не верю. Я у мамы взяла листовки, проходил мимо пяти полицейских, они взяли листовки и ничего не сказали. А что за листовки-то, если не секрет? Да там день йоги будет проходить 18 июня. Вот такие безобидные такие мероприятия, то есть ты не призываешь никуда ни к чему-то плохому, ни к хорошему. Нет, я вот, нет, никак. Ну давайте уже ближе приступать к делу. Давайте сообщим номер нашего телефона, по которому ребята смогут нам звонить и отвечать на ваши вопросы. Помните номер телефона? 211101. Так, надо хором, надо четко. 211101. Вот, ребята, слушайте, и взрослые, кстати, тоже. Наш номер телефона. Скоро уже будем задавать вопросы. Сейчас мы обозначим нашу тему. Тема очень интересная, как обычно, в открывашке. Давайте поприветствуем нашу гостью. Это Елена Домнина, биолог, доцент кафедры биологии Вятского госуниверситета. Елена, добрый день. Добрый день. Вы сегодня пришли с материалами, с демонстрационными к нам. И тема у нас сегодня... Растения. Растения. Мы сегодня будем говорить именно про растительный многообразный мир. Откуда взялись растения? Какие они бывают, хорошие, плохие, съедобные, несъедобные? Что такое фотосинтез? Есть ли растения, которые могут есть живые организмы? Они есть, кстати, да? Да. Обо всем об этом сегодня поговорим. Это мой вопрос. Да. Мой тоже. Я предлагаю сразу же задать, озадачить наших слушателей, ребят, вопросом. Ну и затем мы уже приступим к беседе. Саша пришел без вопроса. Но я знаю все вопросы. Хорошо, давай Еве все-таки предоставим возможность самый первый вопрос нашим слушателям задать. Ева. Какое растение ест мух? Пока что простой вопрос. Простой вопрос. Очень простой вопрос. Вот прям не задумываясь, звоните, какое растение ест мух. Мух ключевое здесь слово. Сразу мой вопрос. Подскажем. Что я бы сказала, что она... 211-101. И, кстати, Злата, наверное, тебе нужно все-таки озвучить список призов, которые у нас имеются. Давай, озвучим. Сегодня у нас есть приглашение в Котто-кафе Зуки. Также приглашение на спектакль Золушка. А также на спектакль Остров-Сокровищ. Приглашение на посещение собачьей деревни Махнати. И приглашение в музей истории Арктика. Также у нас есть книги. Четыре книжки? Да? Четыре. Путешествие Гулливера, энциклопедия «Загадки природы», энциклопедия «Зеленая планета» и книга «Мир растений». Вот так вот. А у нас уже и звонок есть. Ева, ты задавала вопрос. Давай, здоровайся с нашим слушателем или слушательницей. Привет. Привет. Как тебя зовут? Света. Сколько тебе лет? Восемь. Ты уже учишься в школе? Да. А в какой? В Петербургском лице. А какой правильный ответ? Есть мух-росянка. Ну, тоже, но есть еще один ответ, попроще. Венерина-мухоловка? Мухолов. Да. Мухоловка. Растение-мухоловка. Свет, давай, как обычно, в зонке поедем. Венерина-мухоловка. Как? Венерина-мухоловка. Это полное название. Ну и росянка, это тоже, собственно, правильный ответ. Там тоже принцип действия, кстати, может нас сейчас объяснить сразу ученый. Елена, как таким образом растения едят мелких насекомых? Растения могут есть мелких насекомых, потому что они произрастают на таких субстратах, на которых недостаточно веществ, содержащих азот. И поэтому за счет насекомых они получают белковые вещества и тем самым переваривая этих насекомых. А в двух словах просто нет, я прошу в двух словах описать процесс. В двух словах процесс. Цветок, да? Нет, не цветок, не соцветие. Это обычно бывают листья, которые имеют специальное ловчее приспособление. И когда насекомое попадает на этот лист, то движение насекомого вызывает закрытие данного листа. И в конечном итоге лист закрывается и начинается процесс пищеварения, можно сказать. Вот так вот. Мне кажется, это похоже чем-то на заколку крабик. Заколку крабик, ну в принципе, да. Вот ее можно открыть, можно закрыть. Света! Ну это мы увидели на мухоловке. Да, Света, мы забыли немножко про тебя. Да, но я думаю, мы полезное осуществление сделали. Пойдем в зоки, Света. Сестра? Давайте. Сестра, Саша. Все, светим в зоки. Отлично, все. Сегодня этот приз разыгран. Хорошо. 211-101, напоминаю номер нашего телефона. Чуть позже еще мы вопрос озвучим. Елена, ну давайте все-таки к истории возникновения растений на земле перейдем. Ну это, конечно, очень длительный процесс, поэтому буквально в двух словах о том, как они произошли. Какие возникновения живых организмов тоже очень сложно интересны. Все началось с микробов. Все началось с микробов. Ну микробы, да, появились первыми микроорганизмы, после них появились различные растения, ну и в начале жизнь зародилась в воде. Почему в воде? Это, конечно, очень интересный вопрос, на который мы постараемся дальше ответить. Да, более благоприятные условия. Более благоприятные. Ну вот это ведь тоже надо. Сыро и тепло. Сыро и тепло. В воде. И там на дне еда есть. Есть такое убеждение, да, что там вся нечесть от сырости заводится. Ну, раньше-то не было на суше ничего. Поэтому где они могли зарождаться на суше, на суше ничего и никого нет. Саша, хорошо, давай дальше послушаем. Растения зародились в воде. Первые растения это были водоросли. И считается, что уже несколько тысячелетий назад зародился такой процесс, который называется фотосинтез. Вот в результате этого процесса фотосинтеза растения научились из неорганических веществ синтезировать органические вещества. Это первое. И можно такой опыт привести в пример, который был разработан недетским ученым Саксом, который показал, что в процессе фотосинтеза образуется крахмал. И если специальным образом обработать лист и потом его опустить в раствор иодов ядидикалии, то можно увидеть на листе различные как бы синие оттенки, которые показывают о том, что да, в листе действительно образуется крахмал. Вот, Елена, Вы сейчас как раз держите. Вот я как раз могу показать Вам листочек. Вот это листочек герани. На это растение было поставлено на несколько дней в темноту, чтобы крахмал исчез. Затем растение выставили на яркий свет и на листья растения сделали трафаретики, поместили трафаретики. И вот Вы видите, те места, которые были освещены светом, они имеют такой синеватый оттенок после обработки иодов, а те части листа, которые были затемнены трафаретом, они желтоватого цвета, то есть там крахмала нет. То есть мы можем этим самым доказать, что на свету в листе образуется крахмал. Так, Саша, Ева, Злата, сможете объяснить после нашей сегодняшней программы, что же такое фотосинтез? Ну, мы это по биологии проходили, поэтому... Ну, объясните, повторите, закрепим. Что такое фотосинтез? Фотосинтез – это процесс вырабатывания веществ из растения, которые он поглощает. В изначальном виде неорганический материал, в результате он органический. Всё верно? Ну, практически верно, но ещё нужно добавить... А если простым языком фотосинтез, процесс, в ходе которого что происходит? Это процесс, в ходе которого из неорганических веществ углекислого газа и воды, образуется органическое вещество, этот процесс, кроме того, сопровождается выделением кислорода. Вот это мы ещё забыли, да? Это в деревьях когда? Нет, в любых растениях, и в водорослях, и в наземных растениях, и в водных растениях обязательно идёт выделение кислорода. И это очень-очень важно, потому что мы как раз подходим к вопросу о том, почему жизнь зародилась в воде, и почему на земле не могли жить растения. А почему ночью растения выделяют углекислый газ? Потому что солнца нет. Правильно, но с другой стороны, это и не совсем верно, потому что в растении одновременно идут два процесса. Первый процесс — это фотосинтез, при котором выделяется кислород и поглощается углекислый газ. Этот процесс идёт на свету, а параллельно с фотосинтезом идёт процесс дыхания. То есть все мы дышим, растения, так же, как и все живые организмы, так же дышат. В процессе дыхания растения поглощают кислород, так же, как и человек, и выделяют углекислый газ. Ночью света нет, поэтому преобладает процесс дыхания, а днём, когда растение освещено, над процессом дыхания преобладает процесс фотосинтеза. Ребята, вот скажите, вы иные, ещё другие источники кислорода на Земле есть, кроме растений? Как вы думаете? Мне кажется, нет. Правильно? Правильно ответил. И представьте себе, если бы не было растений, не было бы кислорода. Да не было ничего. И жизнь бы вообще, в принципе, невозможна была. Были бы микробы. Были бы микробы. Но есть, кстати, микробы, которым не требуется, по-моему, кислород. Но они в особых условиях, по-моему. В анаэробные микроорганизмы, те, которые живут. Вот тихопотке вообще ничего не нужно. В общем, как-то неприятно представлять себе планету Земля без кислорода, где обитали бы какие-то белки, незаметные организмы. Ну, на Земле, я думаю, что они вряд ли бы вообще обитали, потому что основная значимость вообще кислорода в том, что растения выделяют кислород, и выделение кислорода обеспечило образование озонового экрана. Вы, наверное, знаете, что это такое. Саша, а что такое озоновый экран? Мы в пятом классе проходили. Проходили уже? Да. Озоновый слой Земли, да, еще его называют? Он для чего нужен? Злата, Ева, помогайте. Он окутывает всю Землю и помогает ей. Но есть еще дыры в этом озоновом слое, которые пропускают ультрафиолетовые лучи, что очень вредит человеку. И тогда срабатывает парниковый эффект. Ну, да, много у тебя достаточно знаний по этому поводу, но все-таки основная задача озонового слоя? Сохранять людей в этом шаре Земли. Беречь их от вредного ультрафиолетового излучения. Отлично. Только людей, что ли, он бережет? Нет, не только людей, но еще растений, животных, насекомых и всех остальных. Так, чуть позже продолжим разговор. Давайте задавать следующий вопрос. Злата. Хорошо. Какое растение растет по одному сантиметру в день? Мне кажется, тоже не очень сложный вопрос. Ну да. Вот когда Злата задавала его мне перед началом передачи, я ответил по сантиметру в день. Можно. Представляете? То есть в неделю получается 7 сантиметров, в месяц 30 сантиметров, ну и так далее. Потом выращат дерево. Можно я отвечу? Для наших слушателей. Что, есть уже звонок? Злата. Привет. Привет. Как тебя зовут? Ульяна. Очень приятно, Ульяна. А как ты узнала про нашу программу? Ну, мне тетя рассказала. Понятно. А у тебя есть какие-нибудь хобби, увлечения? Да, есть. А какие? Я играю на фортепиано и сочиняю музыку. Очень интересно. Ты учишься в музыкальной школе, да? Я уже закончила. Ох ты, ничего себе. Молодец. Ну, тогда, если ты закончила музыкальную школу, отвечай на наш вопрос. Не музыкальный. Бамбук. Правильно? Это правильный ответ. И если ты уже определилась с призом, который хочешь получить, говори. Говори. Это такой беде, зеленая планета. Ну, вполне логично. Замечательная. Программа, в которой мы говорим о растениях, нужно именно такой приз выбрать. Привет. Мы тебя поздравляем. Желаем тебе хорошего утра, хорошего дня. И следуем дальше. Беседовать с нашей гостьей Еленой Домниной, биологом, доцент кафедры биологии Вятского госуниверситета. Наверное, уже ближе к пользе растений, да? Можно переходить. А можно я задам вопрос? Обязательно. Вот, опять же, вот это растение, венеринная мухоловка, оно же есть мух. А есть ли такие растения, которые поглощают себе подобных? Растения поглощают растения? Да. Как таковое, нет. Растения не поглощают другие растения, но своими различными выделениями, наземными, подземными, они могут привести к тому, что рядом растущие растения просто не будут с ними находиться. Давайте приведем, если я не прав, поправляйте меня. Вот, например, огород, где мы выращиваем то, что потом будем употреблять в пищу. Сорняки. Морковку, картошку и так далее. Ведь сорняк, он вредный. Почему мы пропалываем огород? Чтобы сорняков не было. Ну, он же ведь полезный, эта культура забивают они собой, закрывают им свет, меньше питательных веществ им достается из земли. Все правильно, то есть идет меньший процесс фотосинтеза, они забирают у культурных растений воду, питательные вещества, поэтому мы сорняки пропалываем. Но сказать о том, что сорные растения являются вредными, ни в коем случае нельзя. Вообще вредных растений нет. Я просто хотел привести пример, то есть это не поглощение, не прямое, а такое подавление. Это подавление, да, подавление роста одних растений, другими растениями. Хорошо, продолжаем дальше. А можно я зрителям задам вопрос? Саша у нас еще не задавал. Ева задавала, Злата задавала. Саша обидится на нас. Давай, Саша, задавай. Грибы — это вообще растение, как называется наука, изучающая грибы? Ого! А может быть, все-таки оставим первую часть вопроса? Грибы — это растение или не растение? Или это растение? Это, ну, пусть слушатели отгадают, это растение или нет. Ну, наука, которая изучает грибы, там очень легкое название, поэтому... Ну, давай, если наши слушатели или слушательницы ответят на первую часть вопроса, грибы — это растение или не растение, можем так задавить вопрос? Можно, то они пройдут во второй тур. Да, а уж там про науку, ну, о, как сегодня активно наши слушатели ведут. Молодцы, проснулись, хорошо. Давай. Привет. Приветствую. Здравствуйте. Как тебя зовут? Настя. Как дела? Хорошо. Чё делаешь? Отвечаю на вопрос. Весело. Говори ответ. Наука, изучающая грибы, называется микология. А грибы — это вообще растение? Нет. А что это? Правильно. Это их отдельное на ухо. Правильно. Какой ты приз хочешь? Приглашение? Так а что это? Если не растение, а что это? Это отдельное царство. Это грибы. Это грибы. А, то есть они вот особняком стоят, да? От растений, от людей и всего подобного. Хорошо. Ты хочешь приглашение или книжку? Книжку. Какую? Какую? А, энциклопедия растений. А вот «Зелёную планету» мы уже разыграли, да? А там ещё есть «Мир растений». Там тоже энциклопедия. Ну да, давайте. Давайте, всё, договорились. «Мир растений» тоже великолепная книжка. Вот сейчас держу её в руках. Если вы смотрите видеотрансляцию на нашем сайте кирова.ру, если не смотрите, то вам рекомендую настоятельно. Вот такая замечательная книга. Одна, видимо, из большой серии книг. Там ещё птицы есть, насекомые, планеты Земли и так далее. Хорошо. Дальше продолжаем наш разговор. Елена. Ну что, у меня вот в связи с тем, что мы говорили о фотосинтезе, такое может быть заключительное положение о том, какое значение имеет фотосинтез для всего живого. Подытожим. Подытожим. То есть фотосинтез даёт органическое вещество, которым питаются все растения и животные, и человек в том числе, и даёт кислород, который образует озоновый экран и защищает всё живо от всего от ультрафиолетового излучения. В результате образования озонового экрана на Земле очень много живых организмов сейчас есть. Поэтому какие живые организмы и растения в частности мы можем использовать как для пищевых целей, так и для лекарственных целей и для многих других целей. Давайте сначала, наверное, поговорим о том, какие вообще пищевые растения мы можем использовать среди всех растений, которые произрастают в Кировской области. Пищевые, в смысле, мы их можем... Можем употреблять в пищу, да. Ну вот мы знаем, что есть культурные растения. Я думаю, что про них знают все. Ну я думаю, ребят могут перечислить... Ну можно же ещё крапиву употреблять в пищу. Да можно, она говорит, очень полезная витамина. Вот это как раз уже другой вопрос. То есть кроме культурных растений в мире очень много дикорастущих растений, которые тоже мы можем использовать и в том числе в пищу. Некоторые даже полезны. Есть хвощи. Кстати, культурные растения, о них тоже можно отдельно очень долго и много говорить про историю их развития, возникновения и так далее, так ведь? Конечно. Культурные, то есть окультуривание. Окультуренные человека в течение исторического развития, в течение веков. А света пришла. Так. Ну и какие пищевые растения вы, например, знаете? Ну вот сказали уже о крапиве, да? Да. Ну как ее можно использовать? В салат суп. Да, крапивный суп. В крапивный суп, да. А почему именно крапивный? Мальчиков гонять. Мальчиков гонять? А, то есть часть потратить на приготовление супа для тех же мальчиков, а часть для того, чтобы погонять их сначала, чтобы аппетит на гуляниях. А можно просто добавить каких-нибудь мухоморов, чтобы мальчикам потом за ними не надо было гоняться? Нельзя. Нельзя. Это очень злая, что ты слышишь. Еще крапиву можно рисовать. Рисовать можно крапиву? Да. А каким образом? У нее два цвета. Просто берешь и рисуешь по асфальту. Она может рисовать зеленым, а может фиолетовым. Мы пытались. Ты часто так делаешь? Да. Интересно. Когда в дворе крапива появляется. Но все-таки крапива не совсем культурное растение. Ну оно жжется сильно. Ну давайте культурное растение перечислим. Кстати, из-за чего оно жжется? У крапивы есть железистые волоски, при прикосновении к которым выделяется определенное вещество, которое вот таким образом действует жгучее на кожу человека. Так, культурное растение. Некоторые крапивы не жжутся. Уже спрашивали про культурное растение. Ну, давайте быстро перечислим. Морковка, капуста, салат. Огурцы, томаты, свекла. Горошек. Горошек. Ну да, горох, бобы, бобовые. Клубника, малина. Ну это уже... Это уже еда. Это ягода. Это уже не совсем растение, а культурное. Хорошо. Подключайтесь. Ну вот у меня есть такое вот растение, которое называется хвощ полевой. Вот хвощ полевой это тоже растение, которое можно использовать в пищу. Видели когда-нибудь? Да. Вот какая... Заросли хвоща. На биологии. Злата, Ева. Видели? Я нет. Нет? Может быть на огороде видели, потому что это сорное растение. На полях может быть, потому что так и называется хвощ полевой. Я знаю, что хвощ растет на кислых почвах. Правильно. Правильно. Это индикатор кислых почв. В Кировской области как раз почвы кислые, поэтому хвоща очень много. А какую часть хвоща можно употреблять в пищу? А давайте мы этот вопрос зададим нашим слушателям. Хорошо? Молчок, не отвечайте, ребята, которые в студии. Какую часть хвоща можно употреблять в пищу? И, кстати, это довольно вкусно, насколько я помню. 211-101. Давайте разыграем еще один приз, а затем сходим на небольшую музыкальную паузу. Саша, ты ответь хочешь на этот вопрос? Нет, я хочу спросить, почему хвощи и плавуны всегда говорят их вместе, а не по отдельности? Хвощи и плавуны, не знаю. Но мне кажется, наоборот, они говорят по отдельности, потому что это разные отделы систематические в растении. А нам на биологии вечно говорили, что хвощи и плавуны – это похожие классы. Саша, а поясни, пожалуйста, что такое хвощ и плавуны? Хвощи – это одно, а плавуны – это другое. Они как-то иначе растут? Что такое? Поясни. Я, честно признаться, не помню, что такое. Нам на биологии просто говорили, что это похожие очень и почти одно и то же. И все. Елена, ну, точнее, что такое хвощи и плавуны? Это, конечно, разные очень вещи, потому что хвощи относятся к отделу хвощевидных, а плавуны – к отделу плавуновидных. То есть это абсолютно разные растения? Абсолютно разные. И по строению, и по происхождению, и по внешнему виду. Это очень разные растения, поэтому объединять, конечно, в одну группу эти растения ни в коем случае нельзя. Ева, я тебе предлагаю сейчас поприветствовать нашего слушателя. У нас есть уже звонок, а вопрос у нас был, какую часть хвоща можно употреблять в пищу. Привет. Здравствуйте. Говори громче, пожалуйста. Как тебя зовут? Маргарита. Знакомое имя. Участвовала, да, Маргарита? Хорошо. Сколько тебе лет? Четырнадцать. Чем занимаешься? В палову сейчас вот. О, здорово. Слушать программу про растения и в то же время заниматься, собственно, оккультуриванием своего участка. У тебя есть хобби? Да. Какое? Растольный теннис. Была? Ого. А у вас... А какой ответ на вопрос? Да. Вот перед тем, как ответит Маргарита... Пестики. Еще раз? Пестики, вот. Можно их употреблять в еду. Это пестики называется? Ну, в народе, действительно, та часть хвоща, которая употребляется в пищу, называется песты или пестики. Ну, то есть верхушка самая? Нет, не совсем верхушка самая. Когда хвощ растет, то весной у него от корневища, это многолетнее растение, образуются специальные побеги, которые называются спороносные. И вот эти спороносные побеги употребляют в пищу. После того, как этот побег вырастет, даст споры, он погибает и на смену ему возникает, прорастает вегетативный побег, который уже в течение всего лета и осенью вегетирует и который мы действительно видим. Поэтому не всегда спороносные голоски все видят и все знают, и поэтому не все знают, что их можно употреблять в пищу. Маргарита, что ты хочешь выбрать в качестве приза? Книжку или приглашение? Приглашение в Арктику. Арктику? Проданно. Не разыграно, да, ведь у нас еще? Нет, еще было не разыграно. Не разыграно. Теперь уже разыграно. Хорошо, Злата, ты помечаешь, да, что мы уже разыграли? Маргарита, удачи тебе в твоем занятии. Книжка твоя, вернее, билеты пригласительные твои, и наша помощница сейчас тебе объяснит, как их забрать. Сейчас мы сделаем небольшую музыкальную паузу, для того, чтобы передохнуть, буквально минутка-полторы, и скоро продолжим. Утро начинается, начинается, город улыбается, улыбается. Раз, два, утро, три, четыре, пять, приходи играть, приходи играть. Вместе с нами, приходи играть. Здравствуй, утро! Город улыбается, улыбается, солнце поднимается, поднимается. Мы на солнечных качелях, проходи-то захотели, прямо в небо полетели. Вперед навстречу солнцу, раз, два, солнце, три, четыре, пять. Приходи играть, приходи играть, вместе с нами, приходи играть. Здравствуй, солнце! Еще раз мы желаем всем доброго-доброго утра, хорошего дня. Сегодня 11 июня, и, кстати, ведь это праздничные выходные, да, завтра у нас будет День города. Будете отмечать? Пойдете гулять? Гулять пойдем, но так отмечать как-то нет. Не так. Да, Злата, ты хотела закончить мысль. Ну, просто концерт будет на набережной. Ну, я не то чтобы выступаю, я туда пойду, и у нас в лагере есть зарядка, которую мы там тоже можем подписывать. У меня мама выступает. Мама выступает, танцует, поет? У них будет флешмоб по йоге. По йоге. Там 12 человек. Ева, а ты как-то будешь День города отмечать? Нет. Нет, не пойдешь никуда. Ну, зачем отмечать День города? Ну, хорошо, мы немножко отвлеклись. Давайте продолжим наш разговор про растения, про многообразие зеленых насаждений. Можно вопрос задать? Вопрос нашим слушателям? Да. Да, давай, сразу. Ева Кравцова, вопрос. Какое растение лечит от депрессии? 211-101. Какое растение лечит от депрессии? Ева, уточни, пожалуйста, с этим растением что нужно делать? Вдыхать его аромат или употреблять в пищу, или как-то погладить себя этим растением? Я просто не знаю правильного ответа. Я сама точно не знаю. Положить его под одежду, и оно тебя само успокоит. Кстати, какой вариант, да? Наверное, все-таки аромат. Нет? Наверное. Ну, хорошо, не будем, возможно, вводить заблуждение. Мы же слушали. Много растений с ароматом, которые... 211-101. Итак, мы поговорили о хороших культурных растениях, которыми можно лакомиться. Ой, уже есть собственный вопрос. Вернее, желающий ответить на вопрос. Ну, Ева, ты задавала вопрос, тебе и дальше общаться. Привет. Привет. Как тебя зовут? Вика. Сколько тебе лет? 11. А в какой школе ты учишься? В Кэпле. У тебя есть любимое занятие? Я занимаюсь художественной гимнастикой и леплю дымковские игрушки. Круто. Здорово, да. Отвечай на вопрос. Это валерьяна. Валерьянка успокаивает. Ну? А это растение лечит от депрессии. Ну, депрессия — это такое затяжное, плохое настроение. Плохие эмоции, грусть. Валерьяна, мне кажется, тоже может помочь в этом ситуации. Частично возможно. Биолог Елена, собственно, Домнина согласна с этим. Да, в принципе, валерьяна — это тоже растение, которое успокаивающим эффектом обладает. Это депрессия тоже может помочь. Нет, еще есть растение, которое также к котам подходит. Но про котов это отдельно можно поговорить. Ну, я думаю, тут надо сказать о том, что очень многие растения, поэтому... Бобы. Сырые какао-бобы. Сырые какао-бобы? Да. Ну, это, наверное, правильный ответ. Да, просто мы хотим ближе к нашей территории. Да, да, да. Они могут наполнить тебя адреналином. Адреналином? Ну, это, опять-таки, за счет содержащихся каких-то специальных веществ. Боб — это не растение. Боб — это начальная стадия. Так что... Так, давайте все-таки узнаем, что наша победительница желает получать в качестве приза. Алло, ты с нами? Конечно, дерево растет. Ты определилась с тем подарком, который хочешь получить? Нет, я не буду. Нет еще. Тогда мы не будем прерываться, потому что время немного уйдет на выяснение приза. Давай мы тебя передадим в добрые и нежные руки нашей помощницы Анны. Сейчас она с тобой пообщается и перечислит тот список призов, который у нас остался. Так, продолжаем. Мы хотим поговорить про растения, с которыми нужно вести себя очень-очень осторожно, аккуратно. Есть такие растения, желательно которые обходить стороной. Так ведь? То есть мы уже переходим от лекарственных растений к растениям довольно опасным. То есть это, наверное, мы назовем их ядовитые растения. К ядовитым растениям нашей флоры относятся довольно много растений. В те их мы не будем сейчас, наверное, называть, но назовем хотя бы некоторые из них. Ребят наших спросим. Вы знаете ядовитые растения, которые растут у нас в Кирове, в области? Борщевик. Очень много борщевиков. Борщевик какой? Просто у нас в Кировской области растет два вида борщевика. Борщевик сибирский и борщевик сосновского. Ну, я из Сибири. В каждой передаче, по-моему, Саша, ты напоминаешь нам, что ты из Сибири. Ну, не в каждой. Борщевик сосновского. Сосновский это, собственно, ученый, который... Да, это ученый, который данный борщевик акклиматизировал, в том числе и в Кировской области. Поэтому вот именно борщевик сосновского является тем опасным растением, которое может вызывать различные ожоги под действием не только его, но и солнечного света. То есть сосновский сам разводил эти борщевики? Вообще в Кировской области он... Ну, там такая история интересная была. Нужно было кормовую базу, собственно, обеспечить скоту. А борщевик, он... Довольно быстро растет, дает большую вегетативную массу, и поэтому мог использоваться как кормовое растение, но, к сожалению, его выпустили из-под контроля, и, к сожалению, он сейчас очень широко распространился не только как кормовое растение, но уже и как сорное растение сейчас. Борщевик еще обладает уникальными свойствами по плодовитости. Тысячи-тысячи семян у него созревает, и он буквально... Ладно, не будем... То есть он может помочь бедной корове, которая потерялась? Почему потерялась? Почему потерялась? Ну, возможно же. Ну, она же голодная будет. Нет, но если у коровы на шее колокольчик, то ее никто не потеряет. Мы отвлекаемся. Борщевик назвали. Ева, ты какие ядовитые растения знаешь, которые растут у нас в нашем регионе? Крапива. Крапива? Ядовитые? Она не ядовитая. Мы же недавно говорили, что суп можно варить из крапивы. Чего же оно ядовитое? Комнатные разные растения. Монсеры всякие. А вот как вы считаете, та же картошка или те же помидоры ядовитые или не ядовитые? Может быть, но в частых случаях нет. Я в правильном направлении начал мыслить, в том числе картошка или те же? Да, но можно сказать, что у ядовитых растений не все части являются ядовитые. Поэтому, если говорить о ядовитых растениях, обязательно нужно указать, какая часть этого растения является ядовитой. Это получается, одну часть растений, например, ядовитых, можно есть? Да. То есть, например, картофель. Картофель. Ну. Что мы у картофеля употребляем в пищу? Сам клубень. Клубень. Правильно. А ты видел, когда картошка уже созрела, у нее сверху, когда она отсвела, зреют еще такие вот шарики. Глазки? Нет, шарики сверху. Под землей клубень. На побегах после цветения образуются плоды. У нас нету огорода, чтобы ничего не садить. Ну, может быть, не знаю, картинки. Так вот, образуются плоды, и вот эти плоды... Эти плоды являются как раз ядовитые, потому что в них образуется такое вещество, как солонин. И картофель по-латыни называется соляным туберозом как раз из-за того, что именно вот это ядовитое вещество входит в состав этих плодов. Злата, у тебя есть еще вопрос нашим слушателям? Думаю, да. Давай, задавай. 211-101. Активно нам сегодня звонят. Молодцы сегодня наши слушатели. Как называется самое высокое дерево в мире? Оно же и самое широкое. Высокое, широкое дерево, самое-самое в мире. Тоже, в общем-то, такой несложный вопрос. Да. 211-101, только растет оно далеко-далеко. Не в наших краях. Да, не в наших краях. В Америке. Давайте продолжим про ядовитые растения. Или не будем уже? Нет, вполне можно, потому что мы же и не назвали вообще-то, которая в дикой природе растения встречает. Это комнатное. Да. Азалия комнатное растение. А что она в дикой природе не может расти? Она не у нас растет, не во Флоре Кировской области. Я думаю, что хотя бы несколько растений надо обязательно назвать, чтобы слушатели знали, какие являются растения ядовитые и ни в коем случае не употребляли их. Мы обязательно сделаем это. Назовем чуть позже, но у нас уже есть звонок. Злата, давай приветствуем. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Лиза. Очень приятно, Лиза. В какой школе ты учишься? 22-й. Кем ты вышла за год? Я ударницей. Да, оценки у тебя какие? Ударницей. Молодец. Ну, давай тогда отвечай на наш вопрос. Я думаю, самое высокое дерево — это секвойя. Ура! Абсолютно правильно. Отлично, да. А откуда ты узнала, кстати, эту информацию? Тебе кто-то подсказал или ты читала об этом? В школе мы изучали. А, угу. В школе получила информацию. Хорошо, получила и запомнила. И вот теперь тебе это помогло в программе «Открывашка». Ты уже выбрала, что хочешь получить? «Приключения Гулливера». Есть книжка у нас такая? Да, у нас есть такая книжка. «Приключения Гулливера». Отлично. Не клади, пожалуйста, трубку. Наша помощница тебе объяснит, где эту книжку можно забрать. Итак, давайте перечислим все-таки ядовитые растения, произрастающие в наших краях, чтобы все мы их запомнили. И очень осторожно с ними общались. Итак. Ну, одно из растений я хочу назвать, это вех ядовитый. Растение вех ядовитый. Вех ядовитый. Я что-то подзабыл уже. Это растения семейства зонтичные. Если, например, вы представляете, что это за растения, они на верхушке своего побега имеют соцветие сложный зонтик. То есть это такое же соцветие, как у борщевика сосновского. Тоже растения семейства зонтичные, да. Вех ядовитый произрастает в прибрежной полосе, у рек, у озер. И у него очень ядовито корневище. Когда мы разрежем это корневище, то мы увидим на его разрезе перегородки. Это как раз признак того, что данное растение именно вех ядовитый. Дело в том, что очень многие растения семейства зонтичные, они съедобны, используются как пищевые растения. И поэтому многие молодые ребята, их неопытные, да, использовать могут в пищу вех ядовитый вместо каких-то других видов семейства зонтичных. Укропа? Да, кстати, укроп тоже. На укроп похож. Но укроп это растение, у которого в пищу мы употребляем надземную часть. А некоторые дикорастущие зонтичные, у них употребляется в пищу именно корневище, да, подземная часть. Так вот, вех ядовитый как раз именно используется совершенно ошибочно для питания в пищу и обладает очень сильным ядовитым кистью. А вот прям ядовитый-ядовитый до летального исхода даже? До летального исхода. Даже в течение года, бывают случаи, несколько случаев в течение года и в Кировской области, когда ребята отравляются этим растением ядовитым. А вы принесли, чтобы показать? Да, у меня есть это растение. Сейчас я его поищу. Мы про гербарий должны еще поговорить, собственно, что это и как это и зачем. Так, ищем вех ядовитый в стопе наших экспонатов. Так, вот это растение. Ребята, смотрите внимательно. Здесь, правда, без верхнего цветочного побега, но я объяснила, что он собой представляет. Вот, посмотрите, это листовые пластинки данного растения. И специально показано корневище этого растения, которое имеет на разрезе перегородки. Посмотрите, пожалуйста, запомните. И ни в коем случае, если увидите такое строение корневища, не употребляйте его в пищу. Можно сфотографировать, даже если у вас что-то есть. Вот у Евы есть, Ев сфотографируешь, чтобы потом сравнить, возможно. Да, Саша, ты хочешь вопрос задать? Слово «вех» похоже на слово «верх». И вообще, как оно произошло? И почему именно «вех» ядовитый? Ну, почему именно «вех» я не могу сказать, откуда это слово произошло. Но «ядовитый» второе слово, я думаю, понятно, да? Просто «вех» похоже на слово «верх». И он как бы показывает, что именно вот эта верхняя часть она ядовитая. Ну, дело-то в том, что не верхняя часть ядовитая, а как раз корневище у этого растения ядовитая. Но слово «вех» именно показывает. Я пытаюсь сейчас в интернете найти картинки, чтобы ребята фотографии увидели. Елена, это он? Я правильно нашел? Да. Ребята, смотрите, как он выглядит. Ну, внешне он похож на многие зонтичные, поэтому основной признак – это все-таки корневище. Так. Да, Саша? Вот я хочу спросить у вас. Хочу задать вопрос огородникам. Огородникам? Именно нашим слушателям. Так огородникам или слушателям? И тем, и другим. Давай, сложный? Вдруг у нас есть слушатели-огородники? Ну, вот одна Маргарита уже была огородницей, которая прополкой занималась. Давай только несложный вопрос, хорошо? Вопрос очень легкий, я его только что выдумал. Какие продолговатые овощи можно увидеть на своей грядке? Продолговатые овощи? Прямо как я. Ну, хорошо, продолговатый. 211-101. Вопрос от Саши Копылевича. Абсолютно простой, бесподковыристый. Овощи продолговатой формы. Позвоните, назовите. Только больше двух. А вот растение китайский... Давай минимум три, ладно? Хорошо. А вот растение китайский мышецвет. Его специально выводили или оно такое выло? Мышецвет китайский? Китайский мышецвет. Ну, честно говоря, я не знаю такого растения. Дело в том, что вообще многие растения в народе называются своими названиями. Это самое страшное растение в мире. Так, есть у нас звонок. Звонок есть у нас, да. Похоже на таранту. Ну, давай, ты задавал вопрос. Сообщайся. Я подпишу. Здравствуйте. Как дела? Хорошо. А как тебя зовут? Саша. А что ты делал? Саша? Тезка. Я одну вопрос отвечаю. Да. А сколько тебе лет? Мне 10 лет. А из какой ты школы? 16. А ты мне дашь ответ на вопрос? Да. Минимум 3 овоща продолговатой формы. Баклажан, кабачок и огурец. Правильно. Тебя устроит, Саша? Да. Ну, еще можно было сказать горошек, потому что он хотя бы и маленький, но он продолговал. Горошек, бобы, фасоль. Ну, ответ правильный. Ты хочешь приглашение или книжку? Книжку. А какую? Выбрала? У нас появились две новые книги еще. Принц котов и щелкунчик. И другие классические сказки. Давай принц котов. Можно принц котов? Принц котов. Ты, видимо, очень любишь кошачек, да? Хорошо, все. Договорились. Не клади, пожалуйста, трубку. Наша помощница тебе объяснит, где, собственно, эту книжку можно будет забрать. У нас остается буквально 7 минут до конца открывашки. Давайте задаст эксперты вопрос. Можно я вам задам вопрос? Да. А есть ли такие места на планете, где не растут растения? Смотря какие. Нет, я думаю, что таких мест нет. Потому что даже в Антарктиде были обнаружены различные водоросли, в том числе в толще льда. Понятно, что высшие растения не растут, а вот водоросли даже в Антарктиде находят. Нет, есть еще ягель, который использует в еду олень. Ну, ягель, это тоже не совсем верное название. Ягель, это несколько видов различных лишайников, а лишайники, они тоже относятся сейчас к царству грибы. Грибы. То есть, по тому же принципу, у них споры и так далее. Спорами перемещаются и папоротники. Но папоротники, это же растения. Они не перемещаются, они размножаются. Перемещаться они не могут, они не наместят. Елена, очень хочется, чтобы вы нам сейчас рассказали про гербарий. Для чего это вообще? Как это? Как правильно делать? Вот я знаю, что у наших ребят есть опыт, да? Мы засушиваем. Опыт гербарий делает, да? Есть? Да. Расскажи, пожалуйста, поподробнее. Я просто беру осенью листья, кладу их в толстую книгу. Осенью именно? Да, через год, ну, когда они падают. Через год просто достаю их, приклеиваю на бумажку. Ну, какие-то композиции, да, делаешь? Или просто листочек, бумажка, листочек, бумажка. А, и пишешь, от какого дерева листок у вас сколько упал, в какой день, в каком году. Там же можно сочетать, там же, может, целые картины. И точные картины. Этот лист упал на сток, это северный, еще на сток. Итак, гербарий, в чем его польза, собственно, для ребят? Сушат растения для разных целей, да? Когда мы говорим о научно-исследовательской работе, то гербарий из растений делают для того, чтобы изучить флору той или иной территории. И в том числе не обязательно все виды растений. Можно изучать растения по отдельным группам, вот как мы сегодня с вами разговаривали. То есть отдельно рассматривать какие-то пищевые растения и гербарий, сделать пищевых растений. Сделать растения гербарий ядовитых растений, чтобы знали все, какие его растения являются ядовитые. Эфиромасличных растений и так далее. Потому что групп растений очень и очень много. Кстати, вот как раз такие группы можно загербаризировать и потом представить проект какой-либо растений по той или иной, по тому иному направлению. Это в школе как-то? В школе можно, например, представить проект на какой-либо конференции. Кроме того, ежегодно проходит конференция в Дворце творчества «Мемориал», на которых обсуждаются проекты различные по направленности, в том числе по естественно научной направленности. Наши ребята всех хотят что-то спросить. Давайте по порядку, Злата, что-то хочется. А вот что я задам вопрос? Нашим слушателям? Да. Я тоже хочу. Мы сегодня наши гости вообще не дали мне одну и возможность вопрос задать. Извините нас. Ничего страшного. Нет, ну пусть эксперт задаст вопрос. А то мы все по два задали вопроса, эксперт один вопрос. Как-то нечестно. Елена, вам решать. Уступите? Нет, я уступлю. Уступите. Хорошо, Злата, давай задавай. Но это, видимо, наверное, уже последний или предпоследний вопрос. Нет, знаете, пять вопросов, конечно, надо задавать. На флагах каких стран есть растения? Ну давай хотя бы одной страны. Да, хорошо. Хотя бы одной. Флаг хотя бы одной страны, где, собственно, изображено растение. А есть ли части растений? Ну я вот, например, сразу вспомнил. Я тоже. 211-101 вспоминайте и звоните нам. Продолжай. А можно я тоже задам вопрос? Про гербари. Ну сначала дождемся ответа на этот вопрос. Про гербарид. Далее продолжай. То есть для того, чтобы гербаридировать растение, во-первых, нужно его выкопать. Потому что правильно засушенное растение должно иметь корневую систему, надземную часть. И обязательно должно иметь цветы. Потому что без цветов многие растения просто нельзя определить до вида. Что очень важно бывает в научных исследованиях. Саша, у тебя еще вопрос? А если ты хочешь, чтобы растение продолжало свою жизнь, то можно без корневища просто взять и для себя, например, представить гербарид? Ну конечно, это если растение охраняемое. Но если растение не охраняемое, то лучше все-таки использовать полностью все растение для гербаризации. В 2000 году просто у нас в ОКГ был проект, и ребята ходили собирать. Ну да. Ты тогда уже туда ходил? 17 лет назад. Да. Когда, Саш, тебе, получается, еще не было? Да, там нам рассказывали, что был проект, и делали гигантский гербарий на все три корпуса. И в каждом корпусе где-то около 40 растений разных. Ну, заканчиваем. Разных сделали. Да. Ну хорошо. То есть это была как бы флора той территории, где находится вязкая гранитарная геразия. Там в одном... Нет, там они ходили в лес, собирали там, собирали рядом со школы. У нас есть звонок, Злата. Привет. Привет. Как тебя зовут? Полина. Очень приятно, Полина. А чем ты любишь заниматься? Собираешь ли ты гербарий, может быть? Да, мы вообще не собираем. Угу. Ну, отвечай на вопрос. У нас немного времени. Канада. Канада. А что там на флаге изображено? Кленовый лист. Абсолютно верно. Да. А еще какие Злата есть? Ну, я у папы спросила. Он сказал, есть такая страна Ливан, и у нее на флаге тоже есть растения. Только неизвестно какое. Кедр. Кедр? Ливан? Кедр ливанский. Да, потому что ливанский кедр. Бейрут. Да? Столица называется Бейрут. А, ну, может быть. А мы забыли. Хорошо. Ты хочешь приглашение или книгу? Да, да, да. Приглашение. А куда у нас есть приглашение, Злата, напомни? Я бы тебе посоветовала сходить в собачью деревню Мохнатье. Там очень много с собой. Мы уже там ходили. Ну, что, понравилось? Да. Тогда у нас есть еще приглашение на два спектакля. Да. Солушка или Остров Сокровищ. Ладно, пожалуйста, на Остров Сокровищ. Хорошо. А какого числа мы знаем, Злата? 14 июня. 14 июня. Устраивает? Угу. Хорошо. Через два дня после дня города. Не клади, пожалуйста, трубку. Вот теперь я. Да. Мы, к сожалению, уже не успеем озвучить вопрос. Да, ведь я спрашиваю у нашего звукорежиссера. Увы, нет. Нам нужно итог нашей сегодняшней программы уже ближе подводить. Было очень интересно. Спасибо. Елена. Итак, про гербарий. Еще раз. Ребята, вы в течение лета можете... Вы в течение лета, да. Можете собирать гербарий по разным растениям. И в конечном итоге обязательно необходимый этот гербарий использовать для того, чтобы представить какой-либо проект или в школе, или в каком-то другом учреждении, доме творчества, дворце творчества. И с этим проектом выступить, подготовить доклад, показать, какие растения вы знаете, пищевые, лекарственные, ядовитые, эфиромасличные, может быть, растения, которые очищают воздух помещений или города Кирова. То есть это все будет очень значимым. Поэтому приглашаем вас для ваших проектов в следующем учебном году. Куда обращаться-то непосредственно? Куда обращаться? В школе к своему учителю? Да, в первую очередь в школе к своему учителю. Затем можно обратиться к нам на кафедру биологии и методики обучения биологии и Вятковского государственного университета. Я думаю, что на сайте вы найдете и номер телефона. И можно обратиться в дворец творчества Мемориал. У них отдельная группа специалистов занимаются как раз этими вопросами. И в феврале, в марте проводятся конференции для детей разных возрастов по различным проектам. Так что, пожалуйста, обращайтесь. Пожалуйста, готовьте свои проекты. Ждем вас. Спасибо большое. Елена Домнина, доцент кафедры биологии и ВятГУ. Завершаем открывашку. До свидания. И вперед на свежий воздух. Погода сегодня замечательная. Я думаю, спать дальше не будете укладываться. Думаю, нет. Я не спал же ночью спать не буду. Все. Давайте всем пожелаем отличного дня, отличного настроения. Еще раз поздравим с Днем Города всех. Так ведь? Да. Три-четыре. Поздравляем. Город с Днем Рождения. Всем пока. Злата Андреева, Ева Кравцова, Саша Копылевич, я, Владимир Сметанин. Еще раз наши гости, Елена Домнина. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Детская познавательная программа «Открывашка». Субтитры создавал DimaTorzok